Естественно, Анатолий Михайлович, я не могу не поговорить по вашему профилю, тем более, что тут тем и проблем громадье. В связи с этим вопрос, как противостоять, например, тем же самым поборам в школе. То есть, или может быть уж не надо так, если у тебя есть возможность каких-то денег внести, уж сильно противодействовать, так как школы, допустим, ну может быть от плохого финансирования, может быть, это идет. Я просто приведу свой собственный пример. Вроде как уже разрулила, слава богу, ситуацию. У меня за мою дочь-четвероклассницу, за выпускной, который проводится просто в школе, попросили 3,5 тысячи, Анатолий Михайлович. А одна мамашка у нас в классе, она мать-одиночка, работает кассиром в магазине. Так она, чтобы дочка не почувствовала себя вот там ущербной, обиженной, пошла, кредит взяла. И сейчас все плачут и не понимают, чего делать. Вот вообще, ваше мнение, кому как не вам анализировать и рассказывать, что нам делать родителям детей? Вы понимаете, я сколько работаю, столько с этой проблемой и борюсь. Потому что я считаю, что школа, директор школы, классный руководитель, просто учитель не вправе сегодня заниматься такой деятельностью. Мы не вправе собирать с родителей деньги и, так сказать, устраивать какие-то мероприятия за счет родительских средств. Но ведь и школу ремонтировать надо, правильно? Там вот одна из цифр. Давайте в чем дело. Да, был период, когда вообще было сложно. Но ведь сегодня уже мы живем в нескольких других, так сказать, измерениях, в других временах. И сегодня, если надо школу ремонтировать, серьезно причем надо ремонтировать. Это ведь ремонт на деньги, ну, родители мы соберем несколько там тысяч, может быть, на ремонт класса. Ну, там класс другой, да. А, да, да. Это очень такая резко отрицательная. Я вообще ставлю вопрос в этой ситуации перед учредителем, а учредителем является муниципалитет и образовательное учреждение, вплоть до увольнения таких руководителей, которые не понимают, что они делают. Есть другие пути совершенно, и не надо вот идти по прямому такому, самому простому пути. В этой ситуации это неприемлемо. Поэтому позиция всегда была одна, и она продолжает, как говорится, сохранять место. Но, а то, что трудности у школы, да, сегодня много этих трудностей, мы всех прекрасно знаем. Не хватает средств на многие вещи. Хотелось бы побыстрее что-то, может быть, сделать. Но есть правила, по которым мы не должны изменять, что родители... Ну, перешагивать нельзя просто, да, через что? Да, нельзя перешагивать. И вот здесь, в этой ситуации, ну, если есть конкретные вещи, то мы, конечно, разбираемся. Замечательно. Это внушает оптимизм. Ну, вот это внушает. К сожалению, люди приходят на руководящие должности руководителей школ тоже не всегда подготовленными. Тем более сегодня найти руководителя школы очень непросто. Да, понятно. Никто не идет. Тот самый кадром. А тот, кто сегодня желает занять это место, он явно не устраивает. Не идут по причине того, что проблем масса, а денег не так и много, да? Ну, и это то же самое, да. И то, что зарплата сегодня не устраивает. Правда, в последнее время мы несколько повысили зарплату руководителям, именно сознательно повысили, чтобы... Ну, от него зависит очень многое. Вот говорят, от управления зависит 50% успеха от управления. Вот это в нашей сфере. А вторые 50% от учителя. Так что вот равные, так сказать, доли. Теперь про то, что касается университета. Раньше наим преподавателя, ну, университетского преподавателя в качестве репетитора, прошу прощения, многими родителями воспринимался как некая гарантия поступления ребенка в ВУЗ. Вот скажите, то есть вузовский преподаватель априори даст достаточные знания или здесь имело место или имеет место некая коррупционная составляющая, что вроде как он у тебя поготовит ребенка, вроде денег за это получит, значит, вроде как это... Вот как с этим сейчас, после введения единого государственного, может быть, эта ситуация ликвидировалась, снялась сама собой? Понимаете, вот я всегда, когда мне задают такой вопрос, что как вы относитесь к ЕГЭ? Я говорю, что я всегда относюсь положительно. Но понимаете, какая вещь? Единый государственный экзамен – это экзамен, который, ну, оценивает в определенной степени уровень подготовки выпускника школы. Ну, он несовершенен, это однозначный, поэтому тут вопросы еще открыты и многие. Но вот сейчас я вижу, какую вещь. Многие структуры начинают предлагать свои услуги по подготовке к ЕГЭ. А что такое подготовить к ЕГЭ? Если ученик... Ему невозможно, да, подготовить? Да, ведь мы для того и учим ученика с 1 по 11 класс, чтобы он был готов к сдаче этого государственного экзамена. А если его просто готовить к ЕГЭ... Зачем ты учился все эти годы, да? И вообще ты учился ли тогда, получается? И мне странно, например, когда наша профессиональная газета, учительская газета, вдруг на своих страницах помещает объявление «Мы занимаемся подготовкой к ЕГЭ». Это же вообще нонсенс, полный нонсенс. Поэтому вот это вызывает сегодня тоже и вопросы у населения нашего, и у тех родителей, у учащихся, что значит готовиться к ЕГЭ, если ты не учишь по-настоящему то, что тебе полагается. Поэтому не надо, наверное, вот так вводить заблуждение людей, а нужно просто говорить, что школа должна от первого дня до последнего делать все, чтобы человек получил соответствующее образование и сдал этот единый государственный экзамен без всяких проблем. Антон Михайлович, я еще вот, знаете, что хотел спросить. Помните, по записи в первые классы, по ажиотажу, у меня вот был как раз тогда, помню, Александр Александрович гостем студии, тоже очень возмущался по поводу этой электронной записи. Но понятие на ажиотаж, что, допустим, в те или иные, так скажем, престижные школы все ломанулись записывать своих детей, первоклассников потенциальных, там все тут же, по-моему, повисло, все это, в общем, этот эксперимент провалился. А можете вы сейчас сказать, вообще, у нас же в любом случае, наверное, есть школы, которые, ну там, лучше какие, хуже. Вот какие сейчас школы у нас в Кирове считаются престижными, на ваш взгляд, почему? То есть куда вот, ну, стремятся прямо родители изо всех сил отдать своих деток? Изо всех сил родители стремятся отдать, конечно, прежде всего, гимназии, лицеи, которые есть в области. Но понимаете, я всегда советую молодым родителям, что, уважаемые родители, вы посмотрите, а кому вы отдаете своего ребенка, какому учителю. Если ваш ребенок попадает к хорошему учителю, независимо от того, что это лицея и гимназия, он идет в первый класс, и учитель сделает из него того, кем он, так сказать, потом попадет по жизни. Поэтому, вот, некоторые, конечно, этот совет прислушиваются, к нему прислушиваются, другие, так сказать, совершенно игнорируют, и любой ценой, независимо от чего, не учитывая здоровье ребенка, не учитывая его, так сказать, склонности, способности, возможности, состояние здоровья и прочие вещи, любой ценой хотят попасть в какое-то образовательное учреждение. И поэтому не случайно ажиотаж, он на самом деле сегодня и есть. Причем он не просто не снижается, он нарастает. И у нас были в прошлом году, вот в этом году я не знаю таких примеров, но в прошлом году люди даже стояли чуть ли не ночами, чтобы записаться в первый класс такой-то конкретной школы. Поэтому, ну, видимо, родители сегодня, конечно, переживают, чтобы ребенок действительно начал успешно свою такую образовательную деятельность, и это для них очень важно, значимо. А то, что проводили мы такой вот эксперимент в городе Кирове, это официальная услуга такая будет, как говорится, предъявляться населению, и это будет повсеместно по всей области организовано. Но начали мы с города Кирова, где организовать это было, может быть, несколько проще. Это достаточно затратная вещь. Мы тут закупали специальное оборудование и так далее, и так далее, писались программы соответствующие. Конечно, отработать сразу все сходу не удалось. Хотя, в принципе, ну, то, что мы преследовали цель, в первый же день записалось более трех тысяч, а в городе пойдет где-то около шести тысяч. То есть в один день записалось половина всех желающих пойти в первый класс. Хотя прием будет длиться до конца августа месяца. То есть, может быть, и не торопиться. Но сегодня вот директора по теме, с кем я общаюсь, они говорят, что мы фактически все классы уже сформировали. И, конечно, здесь есть вопрос. Вопрос, прежде всего, работы каждого конкретного управления, районного, городского управления образования, как они четко определятся с тем, какая школа отвечает за какой микрорайон, допустим. Хотя сегодня это, ну, снята такая, снята такого требования. То есть любой родитель может прийти в любую школу. Но только надо учитывать одно, что школа не резиновая. Если, допустим, муниципалитет довел до какой-то конкретной школы прием в два класса, то есть 50 человек, больше 50 человек она взять не может. То есть и здесь родители должны просто понимать, что если не успел, ну, значит, ну что делать. Хотя, я думаю, что правильно делают в городе, когда все же учитываются микрорайоны, родители, прежде всего, живущие в конкретном микрорайоне, вблизи школы, они имеют некое такое приоритетное право. Потому что иначе, ну, детей придется возить через весь город. Ну, конечно. Так что вот в этой ситуации, ну, работа будет продолжаться, в наш гад. Ну, понятно. Появится еще новое что-то, наверное. Эксперимент, он не всегда сразу вступает в силу, да? Нужно, конечно, там какие-то шероховатости. Его обкатать надо, да, посмотреть, как он будет работать. — Антон Михайлович, я хочу спросить о президентском лицее, который хотел создать у нас Никита Юрьевич. Помните, где-то вот по апрелю прошлого года эта тема утихла? Или вообще как у нас? Будет у нас президентский лицей? Радует по-прежнему губернатор за это дело? — Ну, насчет президентского лицей я, конечно, сразу сходу не скажу, будет или не будет. — Но не встречались вы с губернатором на эту тему, раз он заявлял? — Нет, здесь не такая ситуация. Когда вот тот госсовет знаменитый прошел по образованию, значит, и там появилась идея. И, кстати, госсовет готовили ведь, прежде всего, наши, и Никита Юрьевич докладывал на этом госсовете. И идея была как раз именно отсюда, что нужно создать некие президентские лицей в территориях, которые бы успешно работали по подготовке, допустим, тех же кадров управленцев. И вот такая идея была озвучена. Но в решении госсовета было сказано о том, что такие президентские лицей нужно создать в каждом округе, то есть, допустим, в Привозском, в Федеральном округе, в Уральском и так далее. И пока не ясно, кто из территорий в конкретном округе получит такое право. Но в области четко начали, как бы так сказать, проводить политику, когда мы ориентируемся на крупные школы, мы создаем такие крупные школы, государственные причем школы. Вот в том числе сегодня уже идея создания крупного такого лицея для северо-восточной части области на базе Просненского бывшего профессионального учебного заведения. Она начала уже материализоваться, поскольку мы сегодня разработали соответствующую проектную документацию. и сегодня остается совсем немного получить необходимые денежные средства, чтобы начать восстанавливать всю ту материальную базу, которая там имеется. Если мы ее восстановим, а мы рассчитывали, что с 1 сентября 2012 года нам это сделать удастся, но вот сейчас есть некоторая заминка и задержка, уже полгода прошло, пока денег нет, и как только мы восстановим материальную базу, параллельно ведется работа по формированию педагогического коллектива, то я думаю, что ребята из северо-восточных районов будут у нас учиться в очень хорошем учебном заведении, и надеюсь, что оно будет давать очень высокий уровень образования. И почему это, так говорю, у нас есть блестящий опыт в советске, советский лицей, хотя там условия, может быть, не такие, какие мы хотим создать вот сейчас, но то, что сегодня лицей состоялся, вот больше уже 10 лет он работает, и сегодня из 15 районов ребята туда с удовольствием едут и учатся в отрыве от родителей, от семьи, но они там живут и учатся, поэтому вот это дает нам основание говорить, что эта идея тоже будет успешной. Скажите, а какие ячейки этого сита, через которые пропускают для того, чтобы отобрать вот тех самых одаренных деток? Вот понимаете... IQ замеряются или что вообще? Как это происходит? Вообще-то это запрещено, не надо ничего замерять, это тоже уже противозаконно. Ну а как тогда вот отследить, кто одаренный? В советском лицее, ну просто с ребенком, там идут ребята 8, 9, 10, 11 классы, с этими ребятами, конечно, беседуют на понимание того, что он уже сформировавшийся, по сути дела, человек, то есть каковы его качества как человека, как он владеет соответствующим материалом и так далее. То есть с ним беседуют, никаких ему оценок никто не ставит за ним, экзаменов он не сдает, но... Он может быть склонен не к математике, а к гуманитарным каким-то предметам. То есть это все надо учитывать. И тогда ребенок будет успешным. А если мы сегодня ошибемся вот в этом, то тогда мы можем создать, ну, кошмарные условия для такого ребенка. Хотя... Ну да, ему судьбу поломаем, да, и сами намаемся. А у него вроде были самые благие намерения. Поэтому здесь действительно надо быть осторожным и как-то очень чувствовать меру. Ну и вообще быть тонким психологом, да, при подобном обществе? Да, скорее всего, да. Тут очень... Анатолий Михайлович, а в связи с одаренными школьниками, не могу не спросить, а сколько сейчас губернаторских стипендий получает человек вообще, вот деток, вот эти вот одаренные школьники? Ну, может быть, сумму стипендии назовете? Вообще вот все, что с этим связано, с этим губернаторским стипендиям. Вы видите, тут теперь не только губернаторские, тут есть и президентские. Самое интересное в прошлом году, что произошло у нас, по национальному проекту образования, было выделено всего 15 код для одаренных детей, то есть те, которые получают 30 или 60 тысяч, так сказать, вот эту поддержку. А мы получили 85. То есть опередили все, что можно. Дальше очень интересно то, что губернатор, это он уловил очень быстро здесь, поскольку очень много талантливых детей у нас уезжает за пределы области. И как их удержать? И вот первый шаг, который сделали на этом пути, это было то, что тех ребят, которые отлично сдают экзамены за курс средней школы, те, которые получают медаль, серебряную или золотую, они пользуются поддержкой губернатора. Вот в прошлом году их было больше 220 человек, по-моему, и они получили все поддержку. Те, кто получил 100 баллов, там 4 тысячи, то есть минимальную, как бы сразу, в размере минимальной зарплаты такую стипендию, а те, кто имел золотую или серебряную медаль, 2,5 тысячи рублей.